До столетия Путину сорок, вся страна в юбилейном дыму, и подарков торжественных ворох ежедневно приносят ему, но в печаль его дата повергла, и ответствовал он, господа, я в подарок хочу Цукерберга, я хочу Цукерберга сюда. Говорят, он почти шизофреник, так решило друзей большинство, но добыл же он множество денег, не умея, как я, ничего. Я пошут, от себя не жалею, репутации, блин, не ценя, пусть же он прилетит к юбилею и секрету научит меня. И разведка ответила бегло, мы умеем такие дела, и достала ему Цукерберга, и в увязанном виде сдала. И сказал ему Путин, товарищ, обращаюсь буквально моля, может ты мне решение подаришь, как мне сделать бабло из нуля. Не хватает монеты бюджету, в феврале, как случился Аврал, обещал повышение, а нету, я уже и на Диму орал. Надвигается яростный кризис, орел мой изрядно померк, обращаюсь смиренно унизить, научи меня жить, Цукерберг. Отвечает задумчивый малый, я отвечу, не надо молить, у меня же они все виртуалы, виртуалами легче рулить. Я пришел к колоссальному сдвигу, молодежь устремилась за мной, я загнал их в мою мордокнигу, там им лучше, чем в жизни земной. Я совет себе дам, не банальный, раз уж избран ты местным главой, надо сделать страну виртуальной. То есть типа совсем не живой. Это дельный совет, безусловно, молвил Путин, пускай голосят, виртуалами я полюбовно мог бы править еще 60. Но куда я реальных-то дену, чтобы случился такой фейерверк? Предложи ему биться об стену, беззаботно сказал Цукерберг. Это, правда, отчасти жестоко, молвил Путин, пока дорастут, но к концу президентского срока никого не останется тут. Так придем мы к желанному раю, так и вытащим нашу боржу Цукерберг. Я тебя поздравляю, разреши я тебя зафринжу. Аплодисменты